Привет-привет, дорогие друзья, дорогие слушатели русского подкаста. Меня зовут Татьяна Климова. И сегодня мы будем говорить о грустной, трагичной теме, которая шокировала весь мир. Мы будем говорить о военном конфликте, о войне России с Украиной, об агрессии России против Украины. Хочу сказать три вещи. Первое. Этот подкаст – это тоже учебный материал. То есть я здесь не только для того, чтобы рассказать о моей позиции, поэтому, когда будут какие-то новые слова, я буду их объяснять, как обычно. Я много пишу о моей позиции в соцсетях, в интернете, в Инстаграме и Фейсбуке. Но сегодня у нас подкаст. А это значит, что, как обычно, я буду объяснять новые слова. Это будет похоже всё равно на урок, поэтому не удивляйтесь. Второй момент. Я не хочу никого переубеждать. Переубеждать, переубедить человека, значит, вы думаете как-то, вы думаете что-то. Я хочу это изменить, я хочу, чтобы вы так не думали. Это переубеждать, переубедить. У меня нет цели, у меня нет мотивации вас переубедить. Просто невозможно, нельзя переубедить человека какими-то аргументами, если он уже что-то думает. И третий момент. Я не буду здесь очень-очень много говорить о политике. Хотя, конечно, война это политика, сто процентов. Мне понравился подкаст Макса с сайта Russian with Max. Он рассказал о том, как чувствуют себя сейчас люди в России, что происходит, какая ситуация. Поэтому, если вы хотите больше политической лексики, анализа, слушайте его. Я хочу вам сегодня рассказать о том, что чувствует женщина, девушка, русская, которая живёт не в России. Это я. Я уже 15 лет не живу в России. Но, конечно, у меня очень близкий контакт с этой страной. В прошлом году я провела там два месяца. И я считаю, что я хорошо знаю Россию и русскую культуру и русский язык. Здорово, что сегодня в интернете много материалов. Вы можете послушать подкасты, почитать материалы украинских блогеров и преподавателей русского языка. Например, Ника Минченко, которая написала для моего блога о ситуации в Украине. Вы также можете послушать подкасты людей, которые не живут в России. Сейчас много разных позиций. К сожалению, я думаю, что мы обычно слушаем и смотрим то, что нам нравится. Это уже все знают, и я тоже так делаю. Поэтому быть открытым – это не так просто. Но давайте попробуем. Итак, мы знаем, что началась война в Украине. Россия напала на Украину. Нападать – напасть, значит атаковать. Это случилось в четверг 24 февраля. Да, Россия напала на Украину своего соседа. Сосед – это человек или страна, который находится недалеко от нас. Как я об этом узнала? Я, дорогие друзья, мало смотрю и читаю новости. Вы это уже знаете, потому что я думаю, что это не очень хорошо для моей психики. Может быть, раз в неделю, два раза в неделю я слушаю, читаю или смотрю какой-то анализ. Анализ новостей. Мне больше нравится, когда я слушаю уже анализ событий, чем просто факты. Событие – это что-то, что случилось, что было событием. Я слышала несколько дней, мне говорили, что Россия, российская армия недалеко от Украины, от границ Украины. И я всем говорила, что да я не думаю, что это что-то серьезное. Зачем нападать на Украину, нападать это, атаковать? Ничего не будет. Я была уверена. И когда мне сказали, что началась война, я просто не могла в это поверить. Я начала получать сообщения, мейлы, немного, но несколько, которые мне говорили, что русские – это просто монстры, русские – это глухие и немые люди. Глухие – значит, они не слышат, немые – они не говорят, слепые – они ничего не видят. Что я, я должна идти протестовать против Путина, идти на улицу под танки. И если я этого не делаю, я просто... Во-первых, это был шок для меня. Я не ожидала, что Россия, что Путин, правительство России может сделать такую вещь. Я чувствовала себя очень несчастной, потому что я думаю, что я не имею ничего общего с правительством. Не имею ничего общего, значит, я и они, мы не вместе. Конечно, я чувствовала очень большой страх. Страх, когда мы боимся. Страх, паника, шок. Страх, когда я узнала, что моя страна напала на своего соседа и провоцирует серьёзную войну. Конечно, я думала об украинцах, у меня есть украинские друзья. Я сразу подумала, что мне будет трудно с ними говорить теперь, опять, как когда был Крым, Крым наш. Будут конфликты, будут ссоры, как мы будем с ними общаться. Потом я подумала о моей семье. В моей семье есть люди, которые думают, что Путин всё делает правильно. Я подумала, ой-ой-ой, опять будут конфликты. Подумала о моей работе тоже, потому что, когда я начала получать эти сообщения, я очень испугалась за русский язык. Испугалась, значит, что мне было страшно. Я подумала, ну всё, теперь русский язык будут ассоциировать с агрессией, с диктатурой, с Путиным. Кто захочет продолжать изучать русский язык? Я чувствовала просто страх и боль, что моя работа может просто потерять свой смысл. Смысл — это логику, логика какая-то. И что эти 15 лет, которые я работала над моим сайтом, они пойдут на смарку. Пойти на смарку — хорошее слово, значит быть бесполезным. Вся работа пошла на смарку. Также мне стало страшно, я подумала, я русская, и теперь вся планета будет меня и нас ненавидеть. Что будут говорить люди в моих клубах, куда я хожу, друзья. Всё, теперь мы будем изгоями. Изгой — это человек, который изолирован. Никто не хочет с ним или с ней говорить. Изгой. Я написала о том, что я чувствую в Фейсбуке и в Инстаграме. И я начала получать сообщения. Сообщения — это мейлы и так далее. От знакомых людей, от людей, которых я знаю, и от незнакомых. Обычно это от моих слушателей, от вас. Были негативные сообщения и позитивные. Позитивных больше. Негативные от незнакомых людей. То, что я вам уже сказала. И я думаю, что это очень жестоко и больно, когда вы не знаете человека, вы не знаете её позицию, его позицию. И вы пишете прямо на имейл, что вы страна, вы нация тиранов, вы монархи, вы слепые. Это очень неприятно. Я думаю, что, конечно, ситуация была очень эмоциональной. И новости каждую минуту нам говорили, как Россия агрессивна. Но я думаю, что всё-таки надо думать, когда вы пишете человеку, которого вы не знаете. Мы его не видим, её не видим, но надо подумать, как человек будет себя чувствовать. Я, конечно, я должна сказать, что я против этой агрессии. Я в шоке, я в ужасе. Также я получала негативные сообщения от знакомых людей, которых я знаю. И главный их аргумент это Ты не живёшь в России, поэтому ты не можешь ничего говорить о ней. И если вы, дорогие друзья, не живёте в вашей стране, в стране, где вы родились, может быть, вы уже слышали такие аргументы, и в России такие аргументы очень популярны. Я думаю, что это самый примитивный и обидный аргумент, который можно написать. Когда у нас больше нет других аргументов, мы можем сказать, что ты здесь не живёшь, ты не можешь ничего говорить. Я думаю, что это очень глупо, потому что все могут говорить, что они думают обо всём. Вы можете быть испанцем и говорить, писать об Америке. Вы можете быть из Зимбабве и говорить об Украине. Вы можете жить где хотите и писать о чём хотите, если это не что-то очень агрессивное. Поэтому это глупый аргумент. Но я хочу вам сказать спасибо, потому что я также получила много хороших сообщений. Но я думаю, что я их начала активно получать, когда в России начались массовые акции протеста. Люди протестовали против войны, ходили на демонстрации. И сейчас уже четвёртый день войны, и уже более чем пять тысяч человек просто арестованы. Это не просто они ходили на демонстрацию, они реально арестованы. Я не знаю, где вы живёте, но есть страны, где сходить на акцию протеста, это как приятно провести время с друзьями. Например, во Франции, когда люди идут на акцию, полиция идёт с ними, почти всегда, не всегда, но часто идёт с ними и смотрит, чтобы всё было хорошо. В России это не так. Вас пока-пока не убивают на этой акции, но вас сажают в автозак. Автозак – это полицейский, полицейская машина, где могут быть люди внутри. И потом вы можете оказаться в тюрьме. Тюрьма – это место, откуда люди не могут уйти. То есть это не прогулка в парке. Демонстрации. Люди, которые туда ходят, они знают, что они очень рискуют. Я должна сказать им спасибо, потому что благодаря им люди поняли, потому что телевизор и СМИ, СМИ – это газеты, журналы, телевизор, масс-медиа. Они показали, что русские россияне протестуют против войны. Я тоже получила от вас много сообщений, которые говорили мне, что, конечно-конечно, мы не ассоциируем всех русских, всю Россию, русский язык с действиями правительства. Правительство – это президент и его министры. Действия – это что они делают. Это было для меня очень важно, потому что эти суббота и воскресенье я поехала на турнир по нардам. Нарды – это игра, которую я люблю. Турнир – это как конкурс. Но я просто не могла там ничего делать. Я не могла ходить в рестораны с другими людьми нормально. Играла я, конечно, очень плохо. Я не могла спать. То есть это был шок. Это шок, что моя страна, которую я люблю, теперь ассоциируется с этой агрессией, с войной. Вы знаете, что предлогом для нападения была ситуация на Донбассе. Нападение – это атака. И предлог – это не объективное слово. Предлог значит, что мы хотим что-то сделать. Мы видим, находим какую-то ситуацию, и мы говорим, а, вот, это плохо. И вот из-за этого я это делаю. Предлог. Например, нам нравится кто-то, нам нравится наш коллега, и мы хотим чаще его видеть, и мы можем зайти в его кабинет и сказать, у вас есть ножницы, а у вас есть степлер, а у вас есть бумага для принтера. Это такие предлоги, предлог, чтобы поговорить с ним. И я думаю, что Россия использовала этот регион, Донбасс, как предлог, чтобы напасть на Украину. Да, Донбасс – это непростой регион, Луганск, Донецк. Правда, правда, что там люди жили очень плохо, но я не читаю обычно новости, ни русские, ни французские, ни американские, никакие. Поэтому я пробую понять ситуацию объективно. Конечно, это трудно. И я не понимаю, потому что если вы говорите, что люди там живут плохо, просто вы можете им помочь, если это так вам важно. И я думаю, что Россия помогала им, но вот сейчас Путин использовал это как предлог, чтобы напасть на Украину. Какая ситуация в России? Я там не живу, я не могу, я думаю, почувствовать вот эту атмосферу. Я говорила сегодня с одной знакомой из провинции, она живёт не в Москве, не в Санкт-Петербурге. И она говорит, что цены выросли в два раза на многие товары. Цены выросли, это значит, что вещи стоят намного дороже, в два раза дороже, чем раньше. Это просто жизнь обычных людей. Люди протестуют, но есть, конечно, люди, которые думают, что всё правильно. И это обычно люди не молодые, которые смотрят также телевизор. И это очень интересно. Я говорила с моими подругами, что говорят люди, которые поддерживают политику Путина. Поддерживать значит говорить, что это хорошо. Это просто очень странно, потому что они все пишут их аргументы по одной модели. Они все пишут абсолютно одинаковую фразу. Они говорят, где был ваш пацифизм восемь лет назад, когда умирали люди в Донбассе? То есть они пишут все абсолютно одинаковую фразу. Люди, которые против войны, каждый пишет свою какую-то, свои аргументы, свои эмоции. Но те, кто за, они все пишут одинаковой фразой. Я не знаю, почему это так, но это просто страшно. Кажется, что это пишут зомби или какие-то роботы. Я плохо знаю политику, я не знаю, какая там игра политическая. Люди говорят о НАТО. НАТО — это организация. Это организация, где несколько стран. Это как союз, коалиция. И исторически Россия против этой коалиции. Я думаю, что это очень плохо говорить в абстрактных вещах. НАТО, Россия, интересы и так далее. Я думаю, что надо смотреть, что конкретно происходит. Сейчас мы знаем, что конкретно миллионы людей уезжают из Украины или живут сейчас в метро, боятся. Я хочу, дорогие друзья, вам рассказать одну историю. Я, когда была маленькой, я жила в городе Северодвинск. И это город, где делают атомные подводные лодки. Лодка — это корабль, это такая машина в воде, под водой. Атомная — это лодка, подводная лодка, которая работает на атомной ядерной энергии. И время от времени там были учения. Учения — это как репетиция. В случае войны, в случае аварии на заводе авария — это какая-то механическая проблема. Что нужно делать? И в эти моменты обычные люди должны были жить, как обычно, но армия, полиция, люди, которые работают на заводах, они должны были тренироваться, как реагировать в такой ситуации. И вот однажды были учения, и об этом говорили по радио и по телевизору. Но моя мама, как я сейчас, не смотрела радио, не слышала эту новость. И когда мы услышали эти сирены, потом по радио стали говорить, что на заводе случилась авария, ядерная авария, что на улице радиация, что мы должны приготовиться уехать, мы должны взять самые необходимые вещи. Необходимые, значит, мы не можем без них. Ядерная катастрофа, радиация. Мы должны закрыть окна, потому что на улицах радиация опасна, и тоже нужно пить йод. Йод — это такой элемент, люди думали, не знаю, правда это, что это хорошо против радиации. Моя мама была в панике. Она сказала, так, ты сейчас должна взять одну куклу, несколько вещей, мы сидим дома, мы заклеиваем окна. Заклеивать окна, значит, изолируем окна. Она пошла в аптеку, купила йод. Это была паника. И хотя люди ей говорили, что да нет, нет, это учение, она не верила. И для нас, для меня и для неё это всё было серьёзно. Я помню мой страх в этот момент. Я так не боялась в жизни никогда. Мне было, может быть, 7 лет, 6-7 лет. И этот страх, что есть опасность, что нужно сейчас уезжать, не знаю куда, не знаю, будем ли мы живы завтра, или радиация нас убьёт. Это самый страшный страх, который у меня был в жизни. Я никогда не была на войне, но я до сих пор помню, как это страшно. И это не просто шутка. Это реально на всю жизнь человеку страх, и потом фобии, и это такой стресс, который мы потом помним всю жизнь. Поэтому даже тот факт, что люди сидят просто дома, и чувствуют опасность, и знают, что есть бомбы, это уже достаточно, чтобы это назвать просто катастрофой. Я думаю, что, конечно, в этой ситуации больше всего страдают, конечно, украинцы. Но у них есть что-то, что они могут сделать. Они могут что-то конкретное сделать. Их страна в опасности. Они её защищают, то есть делают что-то, чтобы не было риска. Они что-то делают. Они помогают солдатам. Они помогают людям. Вот русские, которые живут в России, это очень-очень опасно, но они ходят на акции. Мы иммигранты. Мне кажется, многие из нас, мы чувствовали полную беспомощность. беспомощность. Беспомощность – это когда мы не можем ничего сделать. Что я хочу что-то сделать, но я не знаю, что. Я могу сказать своим украинским друзьям, что мы с ними. Я могу пойти на митинг, но я чувствовала себя абсолютно беспомощной, и это самое ужасное. Но, дорогие друзья, как вы знаете, я читаю много книг по психологии. Я недавно читала одну книгу о стрессе. Роберт Сопольский, автор, он писал о стрессе, он написал, что стресс, сильный стресс – это когда мы чувствуем, что мы не можем контролировать ничего. И я подумала, что я должна написать список вещей, которые я могу конкретно сделать в этой ситуации. Список вещей, которые я могу сделать и которые я не могу сделать. И я хочу вам сказать, что я планирую делать, что я не планирую делать. Когда я это написала от руки, рукой, я сразу почувствовала себя лучше, и я поняла, что, конечно, я не могу изменить политический режим в России одна. Я не могу сейчас сказать Путину «Стоп!» и он скажет «Хорошо, Татьяна Климова, спасибо!» Как я раньше не догадался, что нужно прекратить войну. Но что я могу сделать? Мой приоритет сейчас на моём очень маленьком, низком уровне – это сохранить близких людей, не поссориться с моими друзьями и родными. Сохранить значит не потерять, чтобы они были здесь. Почему? Потому что 8 лет назад, когда была аннексия Крыма, кто-то был за, кто-то был против, я была против, были дискуссии, и мы очень сильно ссорились. Я думаю, что это часть политики, они хотят поссорить людей, или они просто знают, что люди будут ссориться. Но чтобы нам что-то вместе сделать продуктивное, наоборот, мы должны объединяться, то есть быть вместе. Поэтому, если кто-то мне будет что-то писать из моих друзей, из семьи, что они не согласны, что я агент НАТО или Запада, я не буду на это реагировать. Номер 2, что я могу сделать? Я могу ходить на митинги, на акции протеста здесь, в Европе. Я уже была на такой акции в Лионе, во Франции. Это морально очень тяжело, когда люди пели на украинском, это просто... у меня просто слёзы текли по лицу. Да, но я буду ходить на них, может быть, раз в неделю, в две недели. Что ещё я могу сделать? Я могу писать у себя в соцсетях, это Facebook, Instagram, что я против, и что многие русские против. Я не знаю, какой процент, но мир должен знать, что не все поддерживают этот режим. Но здесь я хочу сказать, дорогие друзья, есть люди, блогеры русского языка, которые не пишут о политике, которые не пишут, что они против. Пожалуйста, не надо их критиковать. У нас есть такое слово, как шеймить, от английского слова shame. Не надо их шеймить, не надо их оскорблять. Оскорблять значит говорить что-то плохое. Я думаю, что если у человека много подписчиков, то есть люди, которые читают каждый день, что она или он пишет, это не значит, что они должны обязательно сказать, что я против войны. Я думаю, что у нас сегодня такая культура, что все должны иметь какую-то позицию. Не все люди политичные, не все люди интересуются политикой, не все люди хотят. У людей есть риски в России. Вы знаете, что сейчас есть такой статус ин-агент, иностранный агент. И если человек не пишет что-то против войны, я вас очень прошу не быть жестокими, не писать, не критиковать. И что я еще могу делать? Я могу дать слово моим украинским коллегам, преподавателям русского языка, чтобы они что-то писали у меня в блоге или видео делать. Вот это я могу делать. Да, это не планы мирового масштаба. Масштаб значит размер. Это не суперпланы. Но я думаю, что это то, что я умею делать и то, что я готова делать. И это уже неплохо. Все мы страдаем, нам всем плохо, но у нас у всех разные наши способы, методы переживать. Это шок. Поэтому кто-то поедет в Украину делать репортажи, кто-то будет дома писать в Фейсбуке, кто-то будет спортом заниматься по три часа в спортзале. Люди все реагируют по-разному. Я думаю, что не надо их ненавидеть за это. Я также сейчас не могу поехать в Россию, потому что я не хочу, чтобы меня арестовали. Меня могут арестовать, если я пойду на акцию протеста, или я просто пишу сейчас много в интернете против правительства, и я сейчас не готова поехать в Россию там, чтобы меня арестовали. Это, конечно, не гарантированно, но это может быть. И я еще поняла очень важную вещь. Очень многие слушатели мне написали и сказали, я люблю русский язык, я учу русский язык, я учу его, потому что я был или была в Украине, и там мне очень понравилось, там прекрасные люди, и я учу русский язык, потому что я люблю Украину, например. Я никогда не думала об этом так. Для меня русский язык всегда ассоциировался с Россией. Я всегда писала о России, не только, но много, о русской культуре, о Москве, о Санкт-Петербурге. Но теперь я понимаю, что многие люди изучают русский не только чтобы ездить в Россию, но также в Украину, в Казахстан, в Узбекистан, в Армению, в Грузию. Я понимаю теперь, что это язык большой территории. Не всегда официальный язык, но там можно на нём говорить, и что многие люди изучают русский, чтобы говорить на нём не только в России, но на большой территории. Поэтому я думаю, что в этом году и в следующем году я буду больше писать об этих странах, не только потому, что у России сейчас такая ужасная репутация, просто потому, что я поняла, что русский язык это больше, чем Россия. Я раньше не видела. Это так. Так что спасибо вам, что вы мне дали это понять. Дорогие друзья, я знаю, что этот подкаст был больше эмоциональным, чем политическим. Я думаю, что вы не узнали ничего нового об этом конфликте, но сейчас так много информации, что можно найти это. Я просто хотела вам рассказать, как чувствует себя человек, страна которого напала на другую страну, против которой будут серьёзные санкции, и человек, который не согласен с политикой своей страны. Может быть, вы тоже чувствовали такое? И если да, то, может быть, вот тот факт, что я это тоже чувствую, вам поможет. Пожалуйста, пишите мне, продолжайте писать слова поддержки мне и также моим украинским и русским коллегам. Нам очень важно знать, что вы не ассоциируете русский язык с этим тоталитарным, авторитарным правительством. Россия за последние 10 лет, 15 лет, она становилась всё лучше и лучше для меня. Города, люди. Поэтому это такой большой шок, что мы пришли как на старт, на момент холодной войны. Я надеюсь, что мы решим этот конфликт, что конфликт будет решён, что война закончится, и мы все, я, будем делать то, что можем на нашем уровне. Спасибо вам большое. До скорого. Пока-пока. Пока.